Тема автомобильного движения насущна сегодня и для жителей Бешенковичей. Там завершается монтаж понтонного моста через западную двину. Уже разрешено движение пешеходов, когда позволят уровень воды в реке, пустят и автомобили. Исторически так сложилось, что западная двина делит райцентр на две части. Стационарный мост за несколько десятков километров. Поэтому понтон, хоть и временное, но решение сложнейшей для местных жителей проблемы. Более 10 лет его возводят военнослужащие транспортных войск Беларуси. Действует такая переправа с середины весны до глубокой осени. Наш корреспондент Ольга Масловская одной из первых в этом сезоне прошлась по надводной конструкции. Река западная двина берет свое начало в Российской Федерации, притекает через территорию Беларуси и Латвии и впадает в Балтийское море. Тема урока географии в 8-м А реки Беларуси. Главная водная артерия севера страны и на карте, и прямо за окном. Бешенковичи – один из многих райцентров, расположенных на Западной Двине. Вся история Бешенковичей связана с рекой. Считается, что здесь пролегал торговый путь из Варяг в Греки. А в 17 веке именно в Бешенковичах построили крупнейшую на Западной Двине пристань. Два раза в год здесь проходили большие ярмарки, которые собирали по несколько тысяч человек. Но сегодня не то, что на ярмарку, в простой магазин попасть для жителей трех улиц, расположенных на правом берегу Двины – проблема. Здесь, на малой земле, частный сектор, где живут 80 человек. А районные службы, аптеки, больницы и банки – на другом берегу реки. Вроде бы рукой подать, но как перебраться через Двину, если стационарного моста нет, а в объезд крюк в сотню километров? На катере каталась, на пароме, на лодке. Своя лодка стоит. Валентина Сергеенко на этот берег Двины переехала больше 30 лет назад. Замуж вышла. Первым делом научилась управлять лодкой. Шутит, когда работала, реку форсировала два раза в день. Но сегодня пожилым людям, а большинство населения правобережных улиц – это пенсионеры, самим переправу не осилить. Как в этом году. Лед стоит, по которому идти невозможно. И лодку не опустишь. Вот такое было в этом году. Два месяца мы так страдали. Больше 10 лет подряд военные делают жителям райцентра большой подарок. Возводят на Двине понтонный мост. И эта весна исключением не стала. 20 военнослужащих 30-й отдельной железнодорожной бригады транспортных войск Беларуси за несколько дней соорудили на плавную конструкцию. Очень радостно. Мы с таким ожиданием всегда ждем этот мост. Я вам даже передать не могу. У нас же там все, наша жизнь, там магазины, больницы. Мост обслуживает военная часть из Слуцка. Наводится он довольно быстро. В этом году где-то за 4 дня и навели. Все время, которое мост функционирует, обслуживает военная часть. Мы определили им место. Они установили там свой городок. По мосту уже открыто пешеходное движение. Когда позволит уровень воды в реке, пустят автомобили. Конструкция останется на воде до глубокой осени. Лодка местного ЖКХ в межсезонье единственное средство переправы, пока пришвартована у берега. Мы далеко ее не убираем, потому что всякие бывают ситуации. Даже среди лета возникают вопросы, когда разводится понтонный мост. По причине судоходства есть какие-то нюансы возникают по воде. Нам приходится тогда запускать лодку. А пока школьники стараются не пропустить важный момент в жизни маленького городка и большой реки. После уроков прибегают посмотреть, как мост соединяет берега и сближает людей. Ольга Масловская, Михаил Христофоров, агентство теленовостей Бешенковичи.